Здравствуйте, это программа На самом деле, я Роман Олейник. Что такое город? Город это здания и люди, которые в них живут. То, что происходит на рынке недвижимости, касается каждого. Все мы хотим жить в красивых и удобных домах, поэтому, когда мы говорим о развитии города, мы говорим прежде всего о строительстве. Что же происходит на рынке недвижимости? Вокруг него ходит много мифов. Давайте сопоставим мифы с фактами. Миф первый. Жилья в Сарове строится мало. Согласно официальным данным, с 2002 по 2017 год численность населения города росла со скоростью в среднем 500 человек в год. По норме жилищной обеспеченности, установленной в Нижегородской области, на каждого человека должно приходиться 25 квадратных метров жилья. То есть для обеспеченности социальных потребностей вновь прибывших ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию не менее 12,5 тысяч квадратных метров нового жилья. Но в городе строится значительно больше. За последние два года сдано более 63 тысяч квадратных метров. А значит, потребность в новом жилье, вызванная приростом населения, перекрыта в несколько раз. А куда же девается оставшееся жилье? Ответ прост. Кто-то меняет старый фонд на новый, кто-то разъезжается с родственниками, а третий покупает жилье с целью сохранения сбережений. В городе сложилась картина достаточно высоких показателей обеспеченности жильем на душу населения. Еще в начале 2018 года на каждого саровчейна приходилось более 22 квадратных метров жилья. Это данные из отчета главы администрации. Если посчитать, то в среднем на семью из четырех человек это почти 90 метров. Понятно, что не каждая семья имеет указанные метры, но есть и семьи, где этого считают недостаточным и предъявляют более высокие требования к количеству и качеству этих самых метров. Средняя обеспеченность это как средняя температура по больнице, однако она показывает, что жилья в городе строится достаточно. И это хорошая перспектива. А вот с ценами за метр все несколько сложнее. Миф второй. Жилье в Сарове необоснованно дорого. По данным Росстата, средняя стоимость одного квадратного метра новостройки в Нижегородской области в четвертом квартале 2018 года составила почти 59 тысяч рублей. По Сарову официальной статистики нет, поэтому мы будем ориентироваться на предложения застройщиков. Самые недорогие новые квартиры в 14-этажных домах по проспекту Музруково от 63 тысяч рублей за квадрат. В новых домах в 21 или в 22 микрорайонах от 68 тысяч рублей. В Саровской ривьере еще много предложений от 69 тысяч рублей. Квартиры в доме, которые возводятся на месте так называемой Пицунды от 75 тысяч рублей. А в новом доме по Гагарина около 80 тысяч рублей. Так как основная масса предложений на сегодня это квартиры в Саровской ривьере, они по сути и определяют среднюю цену жилья в Сарове. Примерно 70 тысяч за квадратный метр. Огромное влияние на рынок недвижимости оказывает среднемесячная зарплата во ВНИЭФ. Многолетние наблюдения показывают, что средняя стоимость квадратного метра примерно равна среднемесячной зарплате в ядерном центре. Итак, какими тремя причинами обусловлена стоимость жилья в Сарове? Причина первая. Особый статус закрытого города. То, что саровчане считают благом, закрытость города неизбежно гонит цены вверх. Нельзя нормально работать в Сарове, если жить за его пределами. Многие давно бы поменяли городские квартиры на домики в деревне, если бы каждое утро и каждый вечер не нужно было бы стоять в очередях на КПП и получать регистрацию в городе для постоянного пропуска. Количество земли в кольце периметра ограничено. Недаром директор ядерного центра Валентин Костюков заговорил о создании вокруг Сарова так называемой зоны Б, как об основном драйвере развития города. Часть направлений уже непосредственно в зато развивать нельзя. Понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях. Надо создавать зону Б, надо создавать оборот земли, надо снижать вот эти затраты. И если люди хотят иметь отдельное жилье, то надо только приветствовать и создавать инфраструктуру с тем, чтобы человек, имея вот это, так сказать, жилье, мог комфортно и легко себя чувствовать, как в этой зоне А, в зоне Б. Причина 2. Удаленность от транспортных потоков. Изначально для создания ядерного центра было выбрано место, удаленное от транзитных потоков, как людей, так и грузов. Через Саров, в отличие, например, от Арзамаса или от Нижнего Новгорода, не проходят железнодорожные или автомобильные магистрали. А крупные производства стройматериалов сосредоточены около Нижнего Новгорода. На Бару делают силикатный кирпич, а в Богородске – современные газосиликатные блоки автоклавного твердения. Из-за удаленности от транзитных магистралей сравнительно невысоких объемов потребления стоимость стройматериалов значительно возрастает. Например, материалы для производства бетона перевозят по ведомственной железной дороге, что добавляет к их стоимости до 30%. Это как с билетом до Берещина, который стоит до третьей стоимости проезда до Москвы. Все это естественным образом влияет на конечную стоимость строительства жилья в Сарове. Причина третья. Высокие заработные платы и уровень жизни. Средняя заработная плата в Нижегородской области в 2018 году составила почти 32 тысячи рублей, а средняя заработная плата по Сарову чуть больше 55 тысяч рублей. В то же время средняя заработная плата в НИЭФ в 2018 году примерно 77 тысяч рублей. Рынок недвижимости ориентируется именно на доход сотрудников градообразующего предприятия. Они формируют платежеспособный спрос. На среднюю зарплату нижегородцев в столице региона можно купить полквадратного метра жилья. А если взять Саров, то на среднюю зарплату горожанина можно купить один квадратный метр старого фонда на вторичном рынке. В то же время сотрудник градообразующего предприятия на свою среднюю зарплату может купить один квадратный метр жилья повышенного качества в современных микрорайонах. Это и оказывает существенное влияние на формирование стоимости жилья. Уровень цен на новые квартиры объясняется тем, что многие хотят перебраться в более комфортное жилье. Такие люди с ростом доходов все чаще продают свой старый фонд и переезжают в новостройки. Поэтому и спрос на новостройки стабильно высок. Квадратный метр в Саровских новостройках стоит на 15-20% больше, чем в Нижнем Новгороде. Тем не менее, такое сравнение не совсем правильное. В Нижнем Новгороде строят дома от 15 до 20 этажей, а в Сарове это обычно 5-10. Доступное жилье в Нижнем Новгороде – это прежде всего крупнопанельное домостроение. Такой подход существенно ускоряет и удешевляет строительство, а значит и стоимость метра. На домостроительных комбинатах, расположенных рядом со столицей региона, производят трехслойные панели. Они заменяют не только дорогостоящие заполнения стен, но и слой утепления и фасады. Такие панели часто сразу имеют отделку снаружи и внутри. Готовые панели привозят и просто вставляют в монолитный каркас, крепят, а щели заполняют специальными составами. Кроме дешевизны и скорости возведения, такие дома имеют и существенные недостатки, хорошо известные жителям панельных домов. Большинство Саровских новостроек во многом превосходят средние и нижегородские, как по качеству самой застройки, так и по уровню благоустройства прилегающей территории. Объяснение этого простое. Саровчане крайне требовательные покупатели с высоким уровнем дохода. Поэтому строительный рынок в Сарове развивается по пути постоянного повышения качества застройки для удовлетворения растущих запросов гаража. В проектах в компании Саров Инвест в первую очередь ориентируются на реальный спрос и пожелания покупателей. Мы возводим жилые дома на самом востребованном в городе Сарове сегменте, ориентированном на покупателей с повышенными требованиями к качеству жилья, к энергоэффективности жилья и к долговечности. Компания Саров Инвест в первую очередь еще и уделяет огромное внимание качеству, удобству общественных помещений, которые у нас располагаются в наших жилых домах. Это эстетическому внешнему виду, это и благоустройство территории придомовой. То есть на это мы делаем особый акцент, и все это прорабатывается дополнительно техническими и дизайнерскими решениями. Но, как практика показала, наши клиенты уже не возвращаются в старые жилые дома, и они остаются вместе с нами дальше, выбирая из более современных, новых предложений, которые действуют у нас на сегодняшний день. В последнее время, пока растет цена на качественные новостройки, цена на вторичное жилье растет медленно, иногда даже проседает, так как в городе становится все больше желающих жить в новых комфортных домах с благоустроенными прилегающими территориями. У саровчан растут возможности. Мы обсудили три фактора, которые влияют на стоимость жилья в Сарове. Закрытость города, удаленность от больших транспортных потоков и высокий уровень доходов населения. Но есть еще один фактор, который глобально влияет на весь рынок жилья в России. Это изменение в федеральном законодательстве о долевом строительстве. С 2019 года застройщики будут вынуждены финансировать строительство либо за свой счет, либо за счет кредитов банков. Привлекать средства дольщиков, как прежде, тратить их на стройку они уже не смогут. Большинство домов будет строиться по модели проектного финансирования, а значит, до ввода в эксплуатацию и полного благоустройства квартиры в них продаваться не будут. Прибавьте к этому экономические и политические факторы, рост цен, повышение налогов. Все эти издержки лягут на конечного покупателя. Деловой квартал. Российский рынок жилья и ипотеки в 2019 году ждут перемены. В этом не сомневается никто из экспертов. Введение системы эскроу-счетов, запланированное на лето 2019 года, сделает квадратный метр дороже. Ставки по ипотеке могут вырасти после повышения ключевой ставки. Российская газета. Стоимость квартир в 2019 году вырастет. Это были плохие новости. Хорошие заключаются в том, что раз цены будут расти, то, значит, на инвестиции в жилье при грамотном подходе можно зарабатывать. Именно так в Сарове сегодня предпочитают вкладывать деньги. Прежде всего, покупка квартиры – это изменение качества жизни. Прежде всего. Но очень важно отметить, что это и вложение капитала. А насколько он будет эффективным, зависит от многих факторов. Например, приобретение жилья в старом фонде вряд ли принесет вам существенные дивиденды. Стоимость квартир в старом фонде растет значительно медленнее, чем в новостройках. Например, те, кто купили квартиры в новых домах в 21-22 микрорайонах в 2009 и 2010 годах, спустя всего пять лет смогли перепродать их в два раза дороже. Таким образом, многие заработали на продаже квартиры больше, чем по основному месту работы за тот же период. Миф третий. Скоро в Сарове начнут строить дешевое жилье. Конечно, это было бы неплохо. Уже давно ведутся разговоры о том, что городу необходимо доступное, то есть дешевое жилье. Сначала называли цифру в 35 тысяч рублей за квадратный метр, потом она увеличилась до 45. Однако желающих строить за такие деньги не нашлось. Да и качество такого жилья вряд ли бы удовлетворяло строгим требованиям саровчан. Дело в том, что себестоимость строительства в Сарове превышает названные цифры. Объяснения этому все те же. Закрытость города, сложности с логистикой, высокие доходы населения и невысокий по сравнению с региональным центром объем строительства. Теоретически цену квадратного метра можно снизить только путем прямого финансирования муниципалитетам. Взять, например, реновацию старого фонда в Сарове. Если город за бюджетные средства построит новые коммуникации, выполнит благоустройство и отдаст землю под строительство бесплатно, то тогда можно предположить, что застройщики снизят цены. Если такое все же случится и на рынок поступят квартиры, часть стоимости которых по сути оплачена из бюджета, их тут же скупят спекулянты и перепродадут по реальным рыночным ценам. Жизнь так устроена, что если искусственно сдерживать цены, то возникает дефицит и спекулянты. Это касается и так называемых северных территорий и освоения микрорайона 1А и 1Б. Итак, давайте подводить итоги. Уровень цен на жилье в Сарове вызван целым набором факторов. Во-первых, это высокие доходы населения и высокий спрос, а также закрытость и особый статус территории. Кроме того, в ближайшие три года не планируется реализация масштабных строительных проектов, которые могли бы на все это повлиять. Новые проекты, которые будут строиться в Сарове, ждут утомительные многомесячные согласования. А значит, реальные изменения опять же будут через три года. Новые квартиры будут построены по новым требованиям законодательства и будут продаваться по совсем другим ценам. Наиболее вероятный сценарий таков. В 2019 году нас ждет повышение цен. Кроме того, покупку новой квартиры стоит рассматривать и как инвестицию. Она может принести существенные дивиденды при грамотном подходе, особенно в случае снижения части процентной ставки или компенсации ее работодателям. Раньше эта история касалась только сотрудников ядерного центра с их программами поддержки покупки жилья. Теперь же и обычным горожанам доступны еще более выгодные условия кредитования. Минимальная кредитная ставка от 6,6% доступна всем саровчанам, покупающим квартиры от компании-застройщика Саровинвест при кредитовании в банке ВТБ. В следующем выпуске проекта «На самом деле» мы расскажем, как грамотно пользоваться ипотекой, как уменьшить ежемесячные выплаты, сократить срок кредитования и не выплачивать банку лишние миллионы. Я Роман Олейник. Счастливо!